Официальные партнеры программы новости дня. Гипермаркет мебели Крокус. Компания Оптика ССЭК. Торговая группа Абсолют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Джизинском районе утонул подросток. В смерти мальчика винят воспитателя детского дома. Если человек понимает всю угрозу, которую может подстерегать на воде его, либо его детей, конечно, проводят с детьми правобеседу. Детей хоть отбавляй. В Улан-Удэ спасатели снова проверили незаконные пляжи. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Бурятия и автономной некоммерческой организацией больше, чем путешествия. В северной столице завершился Петербургский международный экономический форум. С какими результатами вернулась делегация от Бурятии? Смерть на воде, пожар в жилом доме и погоня за пьяным водителем. Далее расскажем о происшествиях в нашей постоянной рубрике «Горячая линия». Ася Касьянова продолжит. В Джидинском районе утонул подросток. Он был воспитанником детского дома. Выяснилось, что детей на реку привела воспитатель. 15-летний мальчик нырнул, всплыть так и не смог. Теперь женщину могут посадить на три года. В месте организации несанкционированного купания несовершеннолетних и по пути следования к реке установлены знаки, как предупреждающие об опасности, так и запрещающие купание. Несмотря на это, руководителями отдыха детей меры безопасности были грубо нарушены. 18 дней бродило по лесу. Поиски бурятских спасателей в Тункинском районе завершились. Почти три недели они искали девушку, которая заблудилась во время сбора дикоросов. Она сумела позвонить, когда поняла, что не может сориентироваться. Но выйти из чащи самостоятельно не получилось. Связь пропала. Благодаря помощи добровольцев и сотрудников нацпарка жительницу Бурятии нашли. А в Селенгинском районе горел жилой дом. Пожар произошел в поселке Кедровый. На момент прибытия первого подразделения огнем был охвачен гараж, веранда и кровля дома. Около получаса потребовалось, чтобы ликвидировать открытое горение на площади 120 квадратных метров. Всего принимали участие 10 человек личного состава и 5 единиц техники. В Улан-Удэ благодаря очевидцам задержали пьяного водителя. Он попался на бурводе. Теперь автомобилисту светит штраф 30 тысяч и лишение прав. Ася Касьянова, Новости дня. В Улан-Удэ машина врезалась в остановку. Все произошло сегодня около 6 часов вечера на улице Ключевская. Водитель машины Элленд Крузер скрылся с места ДТП. Пострадало два человека. По словам очевидцев, виновник аварии ехал с огромной скоростью и протаранил еще и Ниссан. Между тем, с начала года в Бурятии задержаны и отстранены от управления транспортом более 3000 нетрезвых водителей. 600 из них попались во второй раз. Напомним, за повторное нарушение у гражданина могут конфисковать автомобиль. На 80 машин жители республики уже наложили арест. 40 из них изъяли. То есть не нужно думать, что управляя советским автомобилем, старых годов выпуска задержали, транспортные средства изъяли, ну и как бы не жалко, пошел и купил новое. Но я скажу более того, что уже есть свежие автомобили 13-14 годов выпуска, которые уже обращены в доход государства. То есть стоит задуматься о том, какой вы можете понести ущерб материальный. Но самое главное, вы должны думать о жизни, о своей жизни и о жизни тех, кого вы подвергаете опасности. В целом, с начала года пьяные водители стали виновниками 54 ДТП, в которых 8 человек погибли. 71 получил ранения различной степени тяжести. Ежедневно сотрудники ДПС задерживают и отстраняют от управления автомобилем до 25 автомобилистов с признаками опьянения. Рейды не только на дорогах, но и на воде. В Улан-Удэ спасатели вновь напоминают родителям, что одних детей отпускать на речку нельзя. Сегодняшняя проверка показала, что правила мало кто соблюдает. С реки Уда репортаж Руслана Хороших. Отдых детей на берегу реки одних без пересмотра взрослых не допускается ни в коем случае. Только вот родители, а тем более их чадо, это правило игнорируют. Вы брат сестру или? Да, мы общаемся. То есть, твои родители знают, что на берегу находишься. То есть, спокойно отпускают вас. Вы знаете, что на берегу нельзя находиться без сопровождения взрослых? Так как вы несовершеннолетние. Перед каникулами с детьми в школах проводятся беседы. Спасатели чуть ли не ежедневно наведываются с проверкой на берег и разговаривают с ребятами. Но едва сотрудники отъезжают, на пляже вновь аншлаг. Напрямую уже зависит от самого гражданина, то есть, от сознательности. Если человек понимает всю угрозу, которую может подстерегать на воде его, либо его детей, конечно, проводят с детьми правобеседу. Дети уже в таком случае, как минимум, одни не ходят купаться. Вся та огромная работа, которая проводится улан-уденскими спасателями, попросту разбивается о родительское безразличие, которое наплевательски относится к безопасности своих детей. Поэтому так важно беседовать с подростками. К тому же, смертельные случаи на водоеме уже в этом году были. 12 июня в районе Адегитриевского собора утонул совсем молодой парень. Общие правила безопасности поведения на воде. Купаться можно только в установленных местах. Не купайтесь в неизведанных и не предназначенных для этого цели в водоемах. На первый раз детей просто отправляют домой. Но если ребенок будет повторно замечен один на берегу реки, то на родителей составят административный протокол. Штраф за этот проступок лишь 500 рублей. Но стоит ли рисковать, отпуская свое чадо одного, ставя на кон его жизнь? Руслан Хороших, Евгений Павлов. Новости дня. В двух водоемах Улан-Удэ лучше не купаться. К такому заключению пришли в Роспотребнадзоре Бурятии. Речь идет о Селинге. Пробы взяты в месте сброса сточных вод с левобережных очистных сооружений мукводоканалов в пригородном селе Сотниково. Там нашли калиформные бактерии и кишечную палочку. В связи с этим в адрес предприятия Водоканал направлено предложение провести санитарно-эпинологические профилактические мероприятия. Также по результатам исследований проб воды, отобранных из карьера в микрорайоне Загорск города Улан-Удэ, установлено несоответствие по паразитологическим показателям. В карьере найдены яйца аскориды, а в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют не купаться в этих водоемах. В северной столице России завершился Международный экономический форум. Участие в нем приняла и делегация из Бурятии во главе с Алексеем Циденовым. Об итогах работы наш материал. Глава Бурятии успел посетить несколько дискуссионных площадок в рамках Петербургского международного экономического форума. Обсуждали вопросы переработки мусора, меры дальневосточной поддержки инвесторов и не только. Алексей Циденов подписал важные для республики соглашения. Состоялась у нас встреча и подписание соглашения с компанией «Руссия-Сибирь» в первую очередь по территории ГУДО и электродотопления. Здесь мы уже начали работать, мы выделили средства проектирования, мы выделили средства миллиона рублей, и бюджет Республики проектировали, что у нас. Строительство и обновление сетей начнется уже в следующем году. Также глава Бурятии подписал соглашение с Почтой России. Это значит, что отделения в нашей республике начнут активно ремонтировать. В этом году в планах привести в порядок 21 пункт. А дальше их функционал будут расширять. К примеру, передадут часть услуг МФЦ. Совместная работа будет идти и в рамках развития программы молодежного и детского туризма. Подписывается соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Бурятия и автономной некоммерческой организацией больше, чем путешествия. Благодаря программе у победителей и призеров различных конкурсов есть возможность бесплатно путешествовать по стране. Глава Бурятии в рамках поездки успел посетить участников спецоперации, которые лечатся в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Им по традиции передали бузы, свежие фрукты и ягоды. Одним из самых важных событий работы на форуме стало пленарное заседание под председательством Владимира Путина. После доклада главы государства прошла дискуссия, участие в которой принял президент Алжира. Ася Касьянова, Новости дня. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил темпы восстановления социальных объектов в Донецкой Народной Республике. Подробности далее. Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев побывал в ДНР и проверил, как идет восстановление социально важных объектов. В подшефном районе Бурятии Старобешево продолжается ремонт школы номер один. В прошлом году там заменили и выполнили облицовку сайдингом. К сентябрю обещают завершить ремонт одного из корпусов и закупить дополнительное оборудование. Нам поручено восемь подшефтных территорий. Вот я сейчас только что заезжал, смотрел, как идут работы. Но могу вам сказать удивительную вещь, что строительство – это всегда довольно сложно. Так вот, здесь, когда мы строим, то мы не сорвали за то, что год сроки не по одному объекту. То есть все объекты были построены в срок. Это значит, что люди, которые здесь работают, тоже очень хорошо понимают свою ответственность. Старобешево начал работу многофункциональный центр. Тут тоже не обошлось без ремонта. Так строители, переверив порядок фасад здания, заменили окна, поставили новое оборудование и мебель. До сентября такие МФЦ откроются еще в восьми населенных пунктах. Также Юрий Трутнев передал баги и квадроциклы и встретился с командирами и военнослужащими. Я считаю, что необходимо понимать, что происходит. Понимать не только из рассказов по телевизору, а что я хочу, это понимать из разговоров с бойцами, с командирами. Меня, конечно, всегда интересует, как бойцы укомплектованы в боекомплекте, насколько, как выглядит противостояние, какой на чьей стороне перевес сил и что вообще происходит. Мы же все все равно настроены на то, что мы должны победить. Вице-премьер побывал на разных участках фронта, в том числе, где ведутся активные боевые действия. И лично убедился в том, что оказываемая военнослужащим поддержка действительно важна. Степан Столбовский, Валерия Смольникова. Новости дня. В Бурятии стартовал форум «Женский стиль». В течение 10 дней предпринимательницы республики будут делиться своим опытом, получать знания от экспертов и примут участие в конкурсе проектов. Начался форум с круглого стола, который собрал участниц и экспертов. В качестве слушательниц – женщины, которые ведут бизнес не больше года или только собираются начать свое дело. В качестве наставников – опытные предпринимательницы республики или общественные деятели. Сегодня я буду говорить о том, как важно женщине быть активной в своей жизни. То есть, важность женщины не только как сердце семьи, но также и заниматься своим каким-то любимым делом. Не важно, что это будет. Это может быть бизнес, это может быть общественная деятельность. Важно уметь все это совмещать и получать удовольствие от этого. Проходит форум в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатором выступил Центр «Мой бизнес» при поддержке правительства и Минпромторга Бурятии. Всего 150 участниц. Среди них Ирина Калинина. Она занимается экспортом местной продукции в Китай. Последние события как раз повлияли на то, что экспорт стал намного не то, что проще, а он стал удобнее. Очень большая поддержка идет от экспортного центра, от «Мой бизнес», от федеральных организаций, которые помогают. То есть очень много информации дается, которая помогает даже начинающим. В программе генерация бизнес-идей, мотивационные тренинги и обучение навыкам общения с клиентами и партнерами. На сегодня в Бурятии женщин в бизнесе чуть меньше, чем мужчин. Они в основном, конечно, заняты в сфере услуг, в сфере торговли, в сфере обслуживания. Свой вклад вносит и в новую сферу в биофармацевтике, в агротехнологиях, в медицине. Женщина проявляет себя очень активно и даже до их форума мужчина. По итогам форума участница, чей проект признают лучшим, получит денежный приз в 100 тысяч рублей и сертификат на путевку в Турцию. Ася Касьянова, Бато Гармын, Новости дня. На площадь советов вернут сезонную зону отдыха. Комбинат по благоустройству уже начал перевозить конструкции на место установки. Напомню, мобильный мини-сквер впервые установили в прошлом году. И горожанам это место пришлось по душе. Все элементы, топиарии, качели, цветники, скамейки и прочее планируем аккуратно перевезти на площадь до пятницы. После этого специалисты начнут устанавливать их на территории согласно схеме расположения. Работы завершим до конца текущей недели. Специалисты комбината по благоустройству освежили внешний вид элементов, покрасили и помыли поверхности. Госдума приняла закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту в период мобилизации или в военное время. Его могут заключить с гражданами, отбывшими наказание, судимость которых погашена, а также с теми, кто имеет судимость за исключением тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденных за шпионаж, захват заложника и по статьям, связанным с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Согласно документу, не смогут заключить контракт те, кто совершил преступление против половой неприкосновенности детей. Прямо сейчас реклама и вот что вас ждет во второй части выпуска. Сейчас заканчивается только возведение самого конструктива, ориентировочно это конец, наверное, июля. В Закаменском районе, в селах Дутулур, Баенгол и Улуси-Санага строят школу и сразу три детских сада. Действительно, она продавалась к своему императору Николаю Троу. Джидинский район готовится к гастрономическому фестивалю Баргойской баранины. Гипермаркет мебели «Крокус» дарит защитникам Родины и их семьям 50 тысяч рублей на приобретение мебели. Предъявите удостоверение военного и получите карту защитника. «Крокус», ботаническая 35В, телефон 48-0101. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оптика СССР. Такую выгоду нельзя пропустить. В «Оптике СССР» скидки до 100% на все оправы и солнцезащитные очки. Приходите в «Оптику СССР». Всегда свежие овощи в «Абсолюте». Помидоры всего за 86 рублей. «Абсолют» – гарант низких цен. Суперкомбо в «Абсолюте». Купи колбасу фермерскую, получив подарок «Сосиски нежные». «Абсолют» – гарант низких цен. Сыр российский от Федорыча. Натуральный продукт, сделан с любовью. Ровный, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Как создать в вашем доме еще один уютный уголок? Точно знает завод пластиковых окон компания «Ялан Групп». Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов. Теплое остекление, холодное остекление из алюминия. И наиболее популярное сейчас герметичное остекление. С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода. Сейчас по цене обычного остекления. «Ялан Групп». Быстрый замер по телефону 37 17 71. Новости дня на ТВ Коми. В студии Мария Латышева мы продолжаем. В Закаменском районе в селах Дутулур, Боингол и Улуся-Санага строят школу и сразу три детских сада. Заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников выехал и обсудил проблемы с застройщиками на местах. В селе Дутулур строят детский сад на 50 мест и среднюю образовательную школу на 100 мест. Степень готовности садика 70%. Было отставание от графика из-за проектной документации. Но сегодня все вопросы решены, говорит зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Финансирования хватает, резерв есть. Те решения, которые сегодня приняты, я думаю, что они позволят в установленный срок завершить все общестроительные работы и к первому сентября, ну в сентябре месяце закончить, и чтобы дети пошли в новый садик уже примерно в начале учебного периода. Стоимость строительства такого сада 220 миллионов рублей. Рядом с детским садом строят школу. Тут будет установлена газовая котельная, которая сможет отапливать два учреждения. На объекте школы в Дутулуре рабочие завершают возводить конструктив здания. Степень готовности 40%. Скважину уже пробурили, эксперты проверяют качество воды. Если она пройдет в соответствии нормам, то дети будут обеспечены чистой питьевой водой. Сейчас заканчивается только возведение самого конструктива. Ориентировочно это конец, наверное, июля. И вы уже в августе должны приступить уже к отделочным работам. Еще один момент – это выполнение работ по благоустройству. Строительство детского сада и школы в селе Дутулур проходит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В этом же Закаменском районе на средство другой госпрограммы развития образования строят два детских сада в селе Баингол на 80 мест и у Луся-Санага на 100 мест. Мария Латышева, Новости дня, Закаменский район. А в самом отдаленном районе Бурятии готовят к открытию современную школу. Строительство шло в селе Орлик Акинского района. В новом здании могут учиться 360 детей в одну смену. Подробности в нашем сюжете. Просторные коридоры, кабинеты, оснащенные высокотехнологичным оборудованием и индукционные плиты в пищеблоке, каких нет ни в одной школе республики. Все это вместило в себя новое образовательное учреждение в самом отдаленном районе Бурятии. Перед официальным открытием, заключительной проверкой, приехал зампредправительства Евгений Луковников. Само здание достаточно качественно построено. Достаточно много высокотехнологичных кабинетов. Сейчас мы находимся в кабинете труда. Мальчики занимаются. Первое изделие, которое они сделали, мне подарили в подарок. Это такая пешка от шахмат. Уже жизнь началась в этой школе. И я думаю, что она будет продолжаться. Строители возвели новую школу за полтора года. На ее строительство ушло почти 700 миллионов рублей. Объект состоит из трех этажей и пяти блоков. В здании есть мастерские, спортивный и гимнастический зал. Столовая рассчитана на 200 мест. В ходе проверки были небольшие замечания, но подрядчик обещал устранить их до 10 августа. Начиная с 2020 года, мы и наши строители сталкивались с трудностями. Во-первых, это удаленный район. От города Улан-Десу до 710 километров. Основная поставка материалов осуществлялась из Иркутской области и из Республики Бурятия. Во-вторых, строительство школы велось в разгар санкций. Потому нужно было искать аналоги оборудования на российском рынке. Здесь будут наши дети районного центра и прилегающих населенных пунктов, животноуческих точек учиться здесь, в новой школе. Это большая радость, во-первых, для детей, для педагогического персонала школы, ну и для всех жителей района. Не забыли и о благоустройстве прилегающей территории. Рядом со школой детские и спортивные площадки и зона для тихого отдыха. Совсем скоро новое здание официально откроет свои двери. Ася Касьянова, Новости дня. Власти планируют увеличить количество выходных на майские праздники. В 2024 году к 1 мая предлагают добавить еще два нерабочих дня. Вкупе с воскресеньем 28 апреля россияне будут отдыхать 4 дня подряд. В ближайшее время Минтрут опубликует соответствующий проект постановления. При этом там отметили, что новогодние праздники останутся полноценными. Россияне вернутся к работе с 8 января. По данным опросов, большая часть жителей нашей страны положительно оценивает инициативу объединения майских праздников в одни большие выходные. А теперь про время. В Госдуму внесут законопроект о возврате к летнему времени 21 июня. С такой инициативой выступил депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Мы решили провести опрос среди улан-уденцев и узнать, поддерживают ли горожане идею. Мы уже привыкли жить без перевода на время. Биологические ритмы не прыгают. Поэтому я за то, чтобы все было как есть. Не стоит переводить на ваш взгляд? Не стоит. Без разницы. Можно приспособиться хоть к чему. Сейчас вас не напрягает, что маленький световой день? Нет. Не против. Ну, как сказать. Ну, вообще, мне это без разницы. А у людей, которые со здоровьем, у них вроде бы влияет. Для меня это так, не знаю, но... Но идею вы бы поддержали? Да, конечно, поддержал. Мне как-то все равно. У меня что летнее, что зимнее время. У меня вот самое главное время. А ребенку не тяжело, что маленький световой день? Да, нет. Привыкли уже. Я, чтобы оставалось так, как есть. Не нужно переводить часы? Не нужно. Биологические ритмы нарушаются. Раз. Мы, как собака Павлова, привыкли к своему времени. Тяжело перестраиваться? Зачем экспериментировать, насиловать организм? Мы уже привыкли к этому времени. Наверное, не стоит менять уже. Тяжело перестраиваться, да? Да, конечно. За вы или против, и почему? За. Времени больше, то есть день побольше, зимой становится. Перестраиваться не сложно вам? Нет. Я жил уже в таком времени, о чем я перестраивался. Напомню изменения. Федеральный закон об исчислении времени вступили в силу в 2014 году. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени, и переводить стрелки часов перестали. На госуслугах начался прием вузы. Теперь подать документы можно без личного посещения комиссий и очередей. Абитуриенты смогут подать заявление в пять высших учебных заведений, до пяти специальностей в каждом. Для этого нужна лишь подтвержденная учетная запись на госуслугах. Подача документов онлайн возможна на любые формы обучения, платное и целевое, программы, бакалавриаты и специалитета. Кроме того, доступно и второе высшее образование. Поступающим на бесплатное обучение необходимо сделать это до 25 июля, на платное – не позднее 20 августа. В этом году к сервису уже подключили более тысячи высших учебных заведений страны. Огромное количество вкуснейшего мяса. 24 июня в Джидинском районе состоится гастрономический фестиваль «Баргойская баранина». Организаторы обещают насыщенную программу. Пригласили шеф-повара из Монголии и звезд бурятской эстрады. Все подробности прямо сейчас. Идея проведения столь масштабного гастрономического фестиваля в Джидинском районе зародилась давно. «Баргойская баранина» – некогда именитый бренд, но в последнее время о нем стали забывать. Джидинский район у нас подал на конкурсы и выиграл на событийное мероприятие сельской местности. Грант. И вот в рамках этого гранта будет проведено такое мероприятие. Гастрономический туризм – это одно из направлений, которое развивается в нашей республике Бурятия. И, конечно же, хотелось бы пригласить всех к участию в таком мероприятии. Фестиваль пройдет в местности Атаган. Для этого в чистом поле построены сцены, прилавки, установлены туалеты и подготовлены парковочные места. Организаторы ждут не менее двух тысяч гостей. И сейчас вот это местность, где будет проводиться фестиваль. Также мы на это недалеко электричество подвели, даже подстанцию увеличили. Потом любое время мы можем там проводить мероприятия. В частности, в планах провести праздник, день табунщика или что-то в этом роде. Фестиваль еще даже не состоялся, а заинтересованность со стороны покупателей уже есть. К примеру, сейчас ведутся переговоры с московскими рестораторами. Действительно, очень славные традиции вот этого бренда. Ну, недаром, я говорю, московские рестораторы задаются вопросом, почему мы не знали об этом, если действительно она подавалась к столу императора Николая II. То есть в свое время, в советское время, она же продавалась в центре Москвы или сельском магазине. К участию в фестивале приглашены шеф-повара из Монголии. Также запланировано концертное шоу ведущих артистов бурятской эстрады Зрикто и Нону Тагачиевых, Намгара и народных коллективов Джидинского района. Руслан Хороших, Сергей Медведев. Новости дня. Июнь – волнительный месяц для тех, кто оканчивает школу. Близятся выпускные, ученикам предстоит выразить благодарность преподавателям. Далее расскажем, какие цветы выбрать и где в нашем городе сделать это бюджетнее всего. Окончание школы – один из важных моментов в жизни выпускника. Сделать приятное учителям и порадовать их подарками и цветами хотят и дети, и родители. В цветочной базе «Роза» подскажут, какие композиции лучше составить на выпускной вечер. К тому же в честь выпускных в салоне действует специальное предложение. Выпускные вечера совсем близко. В этот день мы поздравляем не только выпускников, но и учителей, родителей и их близких. В честь этого яркого события цветочная база «Роза» подготовила для вас специальное предложение. У нас вы можете приобрести розы по 140 рублей, хризантемы по 190 рублей. Также вот такой букет из хризантем будет стоить чуть дороже – полутора тысяч рублей. Классический стиль остается в моде, поэтому если учитель – любитель роз, смело дарите их. Главное, чтобы они были натуральных и гармоничных оттенков и оформлены в минималистичную упаковку. Монобукеты тоже актуальны. В цветочной базе «Роза» подскажут, какие детали нужно учесть, с удовольствием подберут композицию и соберут свежий букет. Флористы понимают, что красивый букет на выпускной – доброе прощание со школой и классным руководителем, который много лет помогал решать проблемные ситуации. Звоните по телефону 408-555, заказывайте подарочный букет на официальном сайте rose03.ru или приходите в магазин по адресу улица Сахьянова, 7Б, дробь 7, и для вас соберут лучшую композицию на выпускной. В 21.00 на ТВКОМе «Буддийская среда» и моя коллега Алла Намсараева расскажет о музыкальных инструментах в буддизме. Все молебны в дацанах всегда сопровождаются игрой на инструментах. Так вот, какие имены используют во время ритуалов и какой сакральный смысл они несут, узнаете в 21.00 из программы «Буддийская среда». Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. В Джидинском районе утонул подросток. В смерти мальчика винят воспитателя детдома. Детей хоть отбавляй. В Улан-Удэ спасатели снова проверили незаконные пляжи. В Бурятии стартовал форум для предпринимательниц женской стили. А я напоминаю, наши новости вы всегда можете найти на сайте телеканала, ВКонтакте, в Телеграме или в мобильном приложении пирс.тв. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь и, как всегда, желаю только хороших новостей. Осторожно! Наши цены падают! Они все ниже и ниже! В гипермаркете мебели «Крокус». Огромная ликвидация мебели. Скидки на все! Успевайте, пока не разобрали. «Крокус». Телефон 48-0101. Оптика СССР. Такую выгоду нельзя пропустить. В Оптике СССР скидки до 100%. На все оправы и солнцезащитные очки. Приходите в Оптику СССР. Всегда свежие овощи в Абсолюте. Перец сладкий-зеленый. Всего за 177. Абсолют. Гарант низких цен. Успей купить в Абсолюте выгодно. Люля-кебаб от БМК. Всего за 383 рубля. Абсолют. Гарант низких цен. Редактор субтитров А.Семкин